Сегодня прошла традиционная церемония внесения проекта бюджета Петербурга в законодательное собрание. Вместо тележки с бумажными томами уже не в первый раз компактная карта памяти. Но вот что будет впервые, это доходы и расходы бюджета. Они в 2023 году обозначены 13-ти значным числом. Доходы заложены в размере 1 триллион 57 миллиардов рублей. Расходы с дефицитом 1 триллион 169,9 миллиарда. Были учтены практически все те социальные требования, которые были у депутатов. Бюджет достаточно хорошо сбалансирован. Мы видим, что находимся в сложных экономических ситуациях. Сложные ситуации связаны с давлением на нашу страну сейчас санкционной. Поэтому для нас очень важно сохранить в том числе и ту помощь, которая идет бизнесу сейчас. В следующем году финансирование адресной инвестиционной программы впервые превысит 200 миллиардов рублей. Почти 10 миллиардов из которых поступит из федерального бюджета. 93% расходов города расписаны в рамках 18 программ. На транспорт и дорожное хозяйство направлено почти 270 миллиардов рублей. То есть 23% всех расходов. Около 20%, то есть 237,4 миллиарда пойдет на образование. Почти 14% 162 миллиарда рублей заложено на здравоохранение. Почти 123 миллиарда рублей направят на социальную поддержку граждан. Из них 72 миллиарда на прямые денежные выплаты. Почти 74 миллиарда рублей выделяется на обеспечение жителей города доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами. Бюджет предстоит до конца ноября утвердить в трех чтениях. После этого документ уйдет на подпись губернатору. Правительство России утвердило план первоочередных мер поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации. Об этом премьер Михаил Мишустин сообщил в ходе оперативного совещания со своими замами. В частности, Минюстом и Минобороны будет подготовлен проект федерального закона, по которому граждане смогут оставаться собственниками своего дела и заниматься предпринимательской деятельностью как лично, так и через третьих лиц. По действующим законам военнослужащим запрещено заниматься предпринимательством. Для уже мобилизованных бизнесменов предусмотрят отсрочку по уплате налогов и других платежей. Мобилизованные владельцы бизнеса смогут оформить кредитные каникулы, отсрочку по аренде. Возможно, корректировка условий грантовой поддержки. Сроки реализации таких проектов могут быть продлены, требования снижены, штрафные санкции исключены. Турция предложила российским туристам использовать платежную систему Трой вместо российской мира, от которой большинство турецких банков отказывается из-за санкций. В Турции система Трой занимает всего 4% рынка и полностью контролируется местным бизнесом. Пока остается много вопросов. Будет ли возможность использовать мобильные приложения, забронировать по такой карте отель, купить авиабилеты, расплатиться на территории третьих стран? Но, по мнению экспертов, инициатива интересная. Я считаю, что решение перспективное, в принципе, потому что любая альтернатива всегда хороша. Много факторов влияет на то, насколько быстро это решение может быть реализовано. Во-первых, собственно говоря, должны регуляторы договориться между собой. Это зависит от того, насколько хорошо действительно пройдут эти договоренности и насколько можно будет использовать систему Трой не только в Турции. Как считает эксперт, даже при благоприятном развитии событий, на соглашение регуляторов согласование выпуска карты в России с возможностью использовать ее в третьих странах уйдет от нескольких месяцев до года. Россия освоит в Иране 44 миллиарда долларов. Как заявил министр нефти Ирана, подписан меморандум о взаимопонимании, согласно которому будет разработано 6 нефтяных и 2 газовых месторождения. 40 миллиардов – это стоимость строительства двух ниток газопровода и установок для производства сжиженного газа. Еще 4 миллиарда пойдут на разработку месторождений. По объему собственных запасов природного газа Иран уступает только России, но он не имеет достаточной инфраструктуры для добычи и для экспорта. В старинном доме по адресу Старопетерговский, 14, проходит капитальный ремонт. В здании 1917 года постройки заменят перекрытие, проведут современные коммуникации, будет сделана чистовая отделка помещений и установлена сантехника. По программе «Доступное жилье» здесь могут приобрести квартиры 160 семей городских очередников. Первоначальный взнос для них составляет 10% стоимости жилья, а на оставшиеся 90% предоставляется беспроцентная рассрочка на 20 лет. Ну и кроме того, программа сохраняет от сноса аварийные дома, многие из которых стоят в исторической части Петербурга. Окончание работ в доме на Старопетерговском запланировано на вторую половину 2024 года. Телефонный спам будет ограничен. Министерство цифрового развития планирует оградить граждан от надоедливых звонков на личные номера. Подготовлен законопроект, согласно которому компании получат лимит на рекламные звонки абонентам, превышать который будет запрещено. Глава Минцифры Максут Шадаев выразил надежду, что закон в ближайшее время внесут в Госдуму. На самом деле, необходимость строительства новых технических барьеров для спамеров связана с неисполнением действующего закона о рекламе. Согласно статье 18, распространение рекламы допускается только при условии предварительного согласия абонента. Так что несанкционированный обзвон уже давно вне закона. Ну и в заключении о валюте. Вторую неделю мы наблюдаем стабильное укрепление к рублю доллара и евро. Пока их курсы остаются в рамках волатильности. Я напомню, что вот три недели назад, 20 сентября, доллар стоил на бирже 64 рубля и 40 копеек. По всякому случаю, достигал этой отметки. На сегодня официальный курс доллара 62 рубля и 31 копейка, евро 60.80. На этом у меня все. Я желаю зрителям хорошего вечера и возвращаю слово коллегам. Ну мы же говорили о том, что сильные рубли плохо для экономики. Мольбы экспертов-экономистов услышаны. Ну посмотрим. Все-таки возможно это только колебания. Аркадий Широградский с обзором новостей экономики. Благодарим за обзор.